Давайте попробуем, я продемонстрирую, как можно попытаться по этой лестнице подняться. То есть здесь еще как-то мы можем передвигаться, а вот дальше, ну... И такая красота здесь уже несколько месяцев. Люди говорят, лестница рухнула еще в начале весны, когда началась оттепель. По сути, растаяла вместе со снегом. Карабкаться по развалинам под силу только ловким животным. Люди, кто поотважнее, все-таки тоже пытаются покорить руины, ежесекундно рискуя упасть. С ребенком не залезешь. Я вот его тащила, сама залезла, а потом его тащила вот так это. А потом вот ребенок, он стоял, я его вот вытаскивала. Рухнувшая лестница – это часть моста через овраг вдоль Пекинки. Постепенно в негодность приходит и сам переход. Мост уже испещрен провалами, в которые граждане кидают мусор. Каждый день здесь проходят десятки людей. Рядом общежития и несколько предприятий. Опасную переправу люди обходят чуть ли не по проезжей части. Другого пути нет. Если вот такая погода, сейчас сыра, грязно, лужи. Вот мы идем по этой тропинке, то есть проезжающая мимо машина просто нас элементарно окатывает этой грязной водой, которая после дождя остается. С просьбами восстановить хотя бы лестницу жители обращались и в администрацию Октябрьского района, и в городское управление ЖКХ. Однако, как объяснили нам в город администрации, мост принадлежал федералам. А потому по закону на ремонт перехода город не мог истратить ни одной бюджетной копейки. Сегодня, наконец-то, этот мостовой переход передан на баланс одного из наших муниципальных предприятий. Поставлена задача провести, во-первых, экспертную оценку необходимых ремонтных работ, а затем составить достаточно оперативно проект по ремонту, а может быть даже по реконструкции этого мостового перехода. А после этого мы приложим все усилия для того, чтобы ремонт осуществить в разумные сроки. Во сколько обойдется ремонт, станет известно после экспертизы. Сумма зависит от объема предстоящих работ. На переходе могут просто залатать дыры и сделать лестницу. А вот если мост признают аварийным, масштаб работ будет совершенно иным.